Добро пожаловать в Москву с Артем Райс. Как долетели? Это был прямой перелет, поэтому спокойно долетел. Начну сразу с вопроса по существу. У вас три премии Оскар, две премии Грэмми, три премии Золотой Глобус. Где храните свои бесценные награды? На видном месте или подальше от посторонних глаз? В серванте на кухне. В моем доме в Графсе Корнелл, что подальше от Лондона. В основном я общаюсь с людьми в гостиной, поэтому мои награды никто не видит. Но вы ими гордитесь? Я скорее горжусь своей победой. А близкий осознает, какой легендарный человек живет с ними под одной крышей? Нет, им неинтересны мои звания и премии. Иногда, правда, дети шутят. Сэр Тим Райс, обладатель трех Оскаров, идемте к столу. Но это чаще всего мы не обсуждаем. Ваш мюзикл Иисус Христос, суперзвезда, стал новым словом в искусстве и положил начало такому жанру, как рок-опера. Кажется, эти два понятия, рок и опера, тогда 80-е были несовместимы. Это как сегодня соединить хип-хоп и вальс. Не было страха, что ваш новый жанр не воспримет публика. Когда мы с Эндрю Ллойд Вебером писали этот мюзикл, мы, честно говоря, о публике не думали. Хотя бы потому, что мы не предполагали, что этот мюзикл станет таким хитом. Нам просто хотелось писать, творить. Мы в этом плане были немного эгоистами. Мы просто делали то, что нам нравилось. И нам еще за это и деньги платили. Это потом оказалось, что наши записи отличные и гениальные. Я вообще думаю, что человек становится успешным, когда он меньше всего думает об успехе. Ваши мюзиклы ставят по всему свету. Слышал, вы очень трепетно относитесь к тому, кто исполняет роли в них. И даже присутствовали на кастинге русских актеров в России. Это правда? Нет. Я был в России несколько раз. Но кастинг всегда проводили без меня. Я доверяю тем компаниям, которые занимаются постановкой моих мюзиклов в разных странах. Но когда ставятся бродвейские спектакли, вы все-таки отбираете актеров сами. Тут вы правы. Когда мюзикл ставится впервые, я всегда стараюсь присутствовать на кастинге актеров. Это очень важный момент. Важно грамотно скомпилировать всех персонажей. Но когда мой мюзикл ставится в 3048 раз, тут мне уже не очень интересно заниматься набором новых актеров. Потому что база уже есть. А по какому принципу вы отбираете актеров? Что может вас зацепить? Трудно сказать, что именно цепляет. Хороший голос или хорошая внешность – это что-то неуловимое. Может быть какая-то особая техника или пластика. Ведь иногда смотришь на актера, может даже он не очень хорошо поет. Но ему удается заставить на себя смотреть, не отрываясь. Какое-то притяжение. Вот это я ценю. Вы сами отлично поете. Я не очень-то хорошо пою, что вы. А я читала, что у вас есть свои записи, пластинки. Да, есть записи. Я пару раз исполнял какие-то песни, но они провальные. Так что тут я приверженец теории, что каждому свое. Мне кажется, надо давать дорогу молодым дарованиям с прекрасными голосами. В мире их очень много. Я думаю, еще не одно поколение детей будет воспитываться на полюбившихся мультфильмах «Аладдин» и «Король лев». А вы сами любите мультфильмы? О да, я обожаю мультфильмы. А есть любимый мультипликационный персонаж? Может быть, с кем-то из диснеевских героев себя олицетворяете? Том и Джерри мне нравятся, например. Кто же из героев похож на меня? Симпсоны мне очень нравятся, но это тоже не то. Слоненок Дамбо мне симпатичен. Питер Пен. Но есть кто-то, ну, очень похожий на вас? Злой лев-шрам из «Короля льва», дьяволенок. А если честно, лев-симба, наверное, оттуда же. Вы долгое время работали радиоведущим. Радио всегда отличается высокой скоростью речи. Приходилось ли себя тренировать и учить скороговорки, например? Нет-нет. На радио я говорил обычно, как в жизни. Никогда не учил скороговорки. Потому что они у меня наверняка не получатся. А когда у меня что-то не получается, мне становится скучно. Одна из моих любимых песней, я думаю, любимая песня многих телезрителей, это оскароносная песня «Can you feel the love tonight?» Исполненная Элтоном Джоном, а слова к ней написали «Вы». Она очень проникновенная. Как вам удается добиться этого? Это очень важная песня. Она ознаменовала встречу Симбы с его возлюбленной, которую он увидел впервые за много лет. Очень тяжело было написать такую историю, если честно. Ведь песен о любви миллионы. И кажется, о любви сказано уже практически все. Более того, очень тяжело писать песню признания в стиле «Я люблю тебя». Легче добавить драматургию и написать что-то вроде «Я люблю тебя, но ты меня покинула, и я чувствую себя одиноко». Я очень долго сочинял эту песню, хотя она и получилась легкой, писалась мне очень тяжело. «Стихи для вас это только работа, или вы сочиняете порой стихи для друзей, близких? Делаете им такие подарки?» «Я думаю, близкие это просто не оценят». «А вам кто-нибудь когда-нибудь дарил стихи в подарок?» «Дарили книги, но стихи вот пока не дарили. Но мне было бы приятно. Надо будет предложить кому-нибудь эту идею». «Спасибо вам, очень приятно было с вами общаться». «И вам большое спасибо». «Желаю вам завоевать еще не одну награду «Оскар». Да, у меня уже их достаточно, но все равно вам спасибо». «Спасибо».